Коллеги, напомню, что на предыдущем занятии мы с вами задались целью реализовать параллельную версию одного из итерационных алгоритмов решения переопределенной системы линейных алгебраических уравнений с плотно заполненной матрицей. И на прошлом занятии мы с вами сформулировали следующие подзадачи, которые содержатся в этом алгоритме, которые нам нужно решить в ближайшее время, чтобы из них потом собрать по итогу наш итерационный метод решения вот этой системы линейных алгебраических уравнений. И на сегодняшней лекции мы рассмотрим два вопроса. Скалярное произведение векторов, параллельный алгоритм и параллельный алгоритм умножения транспонированной матрицы на вектор. То есть те относительно вычислительно емкие операции, которые присутствуют в рассмотренном на прошлой лекции алгоритме решения вот этой вот системы линейных алгебраических уравнений. Итак, сейчас мы с вами приступаем к рассмотрению вопроса о распараллеливании скалярного произведения векторов. И начнем, коллеги, мы с вами с чего? Вот с жутко маленькой и компактной последовательной программки, в которой что происходит? Задаем 20, формируем вектор от единицы до 20, то есть компоненты этого вектора, длина вектора 20, компоненты принимают значение от единицы до 20. Задаем начальное значение для скалярного произведения 0 и дальше вот в этом цикле что делаем? Перемножаем компоненты одного вектора на тот же самый, то есть сейчас реализуем для простоты, чтобы не переусложнять программку скалярное произведение вектор на тот же самый вектор. Как вы знаете, естественно, в питоне мы можем записать вот эти действия по вычислению скалярного произведения гораздо более компактно, используя функцию dot. То есть скалярное произведение вектора на вектор будет записываться вот в таком виде. Но вопрос, почему я именно записал программку в таком вот виде? А это связано с тем, что глядя на вот этот цикл, нам проще сделать выводы о том, какие у нас вот в этом последовательном алгоритме есть информационные зависимости или их отсутствие, чтобы решить, как реализовывать параллельный алгоритм. Перемножение вектора на вектор, ну в данном случае вектор на сам себя. И что мы видим? Мы видим следующее, что вычисление каждого вот такого слагаемого для какого-то конкретного жи не зависит от значений а для других жи, либо от соответствующего промежуточного значения для вычисленного значения скалярного произведения. Таким образом мы с вами можем сделать следующее. Мы можем заставить каждый участвующих в вычислениях процесс, ну или процессор, вычислять набор слагаемых для своего набора жи, складывать вот эти произведения для своего набора жи и получать фактически частичную сумму, из которой состоит итоговое скалярное произведение. То есть каждый процессор вычислил частичную сумму, из которой состоит скалярное произведение, потом передал соответствующую информацию управляющему процессу. Этот управляющий процесс сложил эти частичные суммы и получил итоговый результат в виде итогового скалярного произведения. То есть думаю, вот этот алгоритм интуитивно понятен. То есть его мы сейчас и будем реализовывать. Но перед тем, как мы перейдем к более подробному обсуждению параллельного алгоритма, давайте я обращу ваше внимание на следующее. Сделаю небольшое замечание. Вопрос. А что будет, если вы вот эту последовательную программку запустите с помощью вот этой команды, которую мы использовали на прошлом занятии для того, чтобы реализовывать именно параллельные вычисления? Здесь же мы пакет MPI не подключаем, это чисто последовательная программа. А произойдет следующее. Если вы запустите вот эту команду, то вот будет выдача. То есть что эта выдача означает? Что на четырех процессах запустили, или четырех процессорах, и четыре процессора выполнили вот эту программку и выдали результат скалярного произведения вектора от одного до двадцати самого на себя. Вроде бы четыре ответа, четыре процессора участвуют в вычислениях, но никакого... И вроде бы, смотрите, формально они все вот эти действия сделали параллельно. Ну потому что они же параллельно это все посчитали, одновременно все делали. Но именно распараллеливания никакого не было. Почему? Потому что когда мы говорим про распараллеливание, то называется что? Что мы делим какую-нибудь большую задачу на подзадачи, каждая из которых может на различных вычислительных узлах, то есть различными вычислительными процессами вычисляться независимо от других задач. То есть подзадача. А потом эти подзадачи дают итоговый результат. Здесь же мы на каждом процессе фактически запустили полную задачу, и каждый процесс сделал вообще одно и то же. То есть смысла в этих действиях никакого нет. Эта программа всеми четырьмя процессами прогнана от начала до конца. Но, поняли, никакого противоречия нет. Вы можете, в принципе, запустить, и все у вас будет работать. А теперь давайте переходим к обсуждению соответствующего параллельного алгоритма. То есть давайте, вот я записал в матричной форме записи, для удобства, как у нас выглядит скалярное произведение одного вектора на другой вектор. То есть результатом является число. То есть что мы с вами будем делать? На управляющем процессе с ранком 0 у нас изначально будет находиться весь вот этот вектор. Дальше мы его распределим по остальным процессам, ненулевым, по кусочкам. То есть на каждом процессе будет свой кусочек вот этого нашего вектора. То есть вот блоками обозначены соответствующие кусочки, которые будут доставаться каждому процессу. А что будем делать дальше? Смотрите, помним, как реализовывается скалярное произведение. Опять же, мы умножаем первый элемент вот этого вектора на первый элемент вот этого вектора, плюс второй элемент вот этого вектора на второй элемент вот этого вектора и так далее. То есть перемножаем соответствующие компоненты и складываем их, и получаем вот этот результат. А теперь давайте я представлю вот этот результат. Ну, в данном случае, раз у меня вектора разбиты на 4 блока, то, соответственно, в виде четырех слагаемых. Что под каждым слагаемым подразумевается? Под каждым слагаемым подразумевается результат перемножения элементов, вот в данном случае в первых блоках, вот я даже вот отмечу, перемножение в первых блоках и их сумма, это дает вот это слагаемое. Результат перемножения элементов вот в этих вторых блоках и их сумма дает вот это слагаемое и так далее. То есть вы догадываетесь теперь, что именно вот эти все действия мы уже можем делать параллельно, независимо на различных вычислительных узлах, то есть с помощью различных вычислительных процессов. То есть первый процесс будет реализовывать фактически скалярное произведение вот этого кусочка, но вот этот, и будет получать вот это значение. Второй процесс будет реализовывать фактически скалярное произведение вот этого кусочка, но вот этот, и получать вот это значение. И по итогу все процессы могут вот эти действия делать независимо друг от друга и в результате получать вот эти слагаемые. После того, как все процессы отработали, они передают вот эти результаты управляющему нулевому процессу, который эти результаты складывает и получает итоговый ответ. То есть вот что сейчас будет реализовывать программка, которую мы с вами будем разбирать. Итак, приступаем. Обращаю ваше внимание еще раз на то, что последовательная версия программки, как вы видели, очень маленькая, короткая и компактная. А вот уже параллельный алгоритм, параллельная реализация, вот обращаю ваше внимание, почему я хочу обратить внимание на вот эту оговорку. Параллельный алгоритм, вот мы с вами обсудили, то есть вот параллельный алгоритм, то есть что нужно делать. То есть параллельный алгоритм я реально считаю очень простой и интуитивно понятный даже тем, кто может никогда с параллельными вычислениями не сталкивался. Сам человек может до такого алгоритма догадаться. А вот уже программная реализация параллельного алгоритма гораздо более трудоемкая. И если у нас фактически последовательная версия программки вот здесь маленьким кусочком размещалась, то уже параллельная версия программы займет два полных слайда. Это как раз напомню причина, почему в этом курсе мы уделяем повышенное внимание программной реализации. Потому что программная реализация содержит множество нюансов и подводных камней, которые мы с вами как раз и разбираем. Итак, приступаем. Напоминаю некоторые моменты вкратце, которые мы подробно обсуждали на прошлой лекции. То есть любая параллельная программка начинается с чего? В случае питона мы подключаем пакет MPI-4PY и из него подгружаем набор MPI-функций, находящихся здесь. Дальше мы определяем, напоминаю, коммуникатор. В данном случае под коммуникатором подразумевается набор процессов или процессоров, на которых запущена программка. Дальше мы определяем число процессов в этом коммуникаторе и номер, то есть ранг каждого процесса в этом коммуникаторе. То есть фактически с учетом того, что этот коммуникатор фактически является группой всех процессов, которые мы используем в вычислениях, то по итогу вот этих действий, так как вот это все запускается, вот эта программка в стиле SPMD, Single Program Multiple Data, запускается на всех процессах одновременно. Все процессы будут знать общее число процессов, участвующих в вычислениях и свой фактический номер. А по номеру, напоминаю, мы сможем как раз и организовывать вычисления, какой процесс, что делает. Дальше что делаем? Если ранг равен нулю, то есть нулевой процесс как раз задает вот этот вектор от единицы до 20. На ненулевых процессах вектора А вообще нету. Но так как переменная А будет использоваться в вызове MPI-функции, которые в том числе будут вызываться и на ненулевых процессах, мы формально все-таки вводим вот эту переменную. То есть никакого значения не присваиваем, потому что оно использоваться не будет, но переменную формально на ненулевых процессах мы с вами вводим. Что делаем дальше? Вот это я скопировал кусок с предыдущей лекции. Напоминаю, что он делает. Нулевой процесс подготавливает два важных для нас массива – R-counts и dispels. R-counts – массив содержит информацию о том, сколько элементов будет обрабатывать каждый процесс. А у нас, обращаю ваше внимание, вектор будет длины M. И в общем случае при запуске на произвольном числе процессов, естественно, у нас вектор поровну на процессы, которые участвовать будут в вычислениях, делиться не будет. Поэтому напоминаю, смысл вот этого кода, что формируется вектор R-counts – длины по числу процессов, участвующих в вычислениях. Каждый индекс этого массива соответствует, то есть номер индекс совпадает с номером процесса, с ранком, а содержимое по этому индексу вот этого массива – это число элементов, которые достаются этому процессу. А dispels, напоминаю, массив смещений относительно начала соответствующего массива. То есть, например, если, напоминаю, если мы вот в данном тестовом примере M равно 20, будем запускать программку на четырех процессах, например, в вычислениях будет участвовать число процессов минус 1, то есть 3, поэтому будет сформирован посредством вот этих действий вектор, ну, массив R-counts, содержащий 0, 7, 7, 6. То есть, почему 0, 7, 7, 6? 0, то есть первый индекс с индексом 0 содержит значение 0, то есть нулевому процессу, управляющему 0 элементов будет доставаться. Первому процессу с ранком 1 будет 7, потом 7 и 6. То есть последнему четвертому процессу с ранком равным 3. А dispels содержит как раз, нужен будет этот массив, когда мы будем собирать вектор вместе из кусочков, либо раскидывать его, и он содержит информацию, а вот эти, например, 7 или 6 элементов, мы из нашего вектора должны с какого места брать? Ну, например, для первого процессора 7 элементов с самого начала вектора берем, поэтому сдвиг будет 0. А вот для второго процесса 7 элементов берем уже не сначала вот этого вектора массива, а со сдвигом на 7. И, соответственно, со сдвигом на 14 берем оставшиеся 6 элементов, которые достанутся процессу с ранком 3. То есть вот это все, все действия, напоминаю, более подробно мы с вами обсуждали на предыдущей лекции. Так вот, нулевой процесс сформировал вот эти два массива, aircounts и dispels, и значения этих массивов, видите, хранятся только в данный момент на нулевом процессе. На ненулевых процессах у нас aircounts и dispels нет. Формально соответствующие переменные мы ввели, но никаких конкретных значений они не принимают. То есть содержание массивов aircounts и dispels знает только нулевой процесс по итогу выполнения вот этой части кода. Теперь смотрим дальше. Что мы делаем? А мы делаем теперь следующее. Мы, вот это действие, так как не стоит никакого if, else, запускается, ну, будут выполнять все процессы, вообще все, и нулевой, и ненулевые. Поэтому мы формально что делаем? Выделяем место в памяти под один элемент и заполняем его нулем. То есть соответствующий массив размера с одним элементом будет у нас содержать число элементов, которые будут доставаться каждому процессу. И теперь использую MPI-функцию scatter, то есть функцию коллективного взаимодействия между процессами. Реализует она следующее. На процессе root, корневом процессе, с вот этим ранком, то есть ноль, с нулевого процесса, берется массив aircounts и равномерно по одному элементу раскидывается по всем процессам вот в этом нашем коммуникаторе. Наш коммуникатор содержит в себе информацию про все процессы, поэтому вот этот массив aircounts будет раскидан по всем процессам, которые у нас участвуют в вычислениях. Мы помним, то есть здесь у нас важно на самом деле согласование между вот этим числом и размерностью массива aircounts. У нас aircounts, размерность его, число процессов, то есть num process. Соответственно, если мы будем брать по одному элементу, пересылать каждому процессу, включая вот это даже нулевое, у нас как раз получится, что он разобьется равномерно. Тип данных, которые пересылаются, а вот это уже содержит у нас информацию о чем, куда на всех процессах записываются полученные сообщения в переменную mpart. Ну, если более формально говорить, понятно, у нас помним, что все-таки речь идет про питон, поэтому это не переменная, а это объект, поэтому еще раз напомню, как внутри вот эта функция работает. То есть вот этот вот объект, aircounts, массив у нас, он внутри функции при ее реализации, он фактически указывает на область памяти, где содержится вот этот массив. Из него берется сначала, например, первый элемент в этой области памяти и посылается фактически нулевому процессу. И нулевой процесс, получив соответствующее сообщение, записывает его в область памяти, соответствующей вот этому объекту, но в данном случае нашему массиву, и записывает один элемент. На всякий случай вам напоминаю, что мы на прошлом занятии тоже подробно обсуждали. В принципе, рассылку формирования соответствующих mpart мы могли бы осуществить с помощью функций send и receive. Но функция scatter, то есть разбрасывание массива, внутри на самом деле как раз содержит реализацию с помощью send-receive, но гораздо более оптимальную и быструю. Поэтому напоминаю, по возможности, если есть возможность использовать функции коллективного взаимодействия между процессами, обязательно их нужно использовать. Время на пересылку соответствующих сообщений сокращается иногда в десятки раз. Так, итак, по итогу работы вот этой функции, что у нас? Массив R counts у нас по-прежнему только на нулевом процессе, но теперь на всех процессах есть значение mpart. Вот в случае нашего данного тестового примера, когда m равно 20, если мы запускаем, если на четырех процессах, а напоминаю, вы запускать, естественно, можете на любом числе процессов, у вас mpart будет на всех процессах принимать различные значения. На нулевом – ноль, на первом – семь, на втором – семь, на третьем – шесть. Теперь что мы делаем? Теперь подготавливаем место в памяти под кусочек массива А на каждом процессе. То есть выделяем место в памяти, ничем не заполняем. Помним отличие, какое Array. Это значит, что выделили вместо в памяти, ну вот здесь под вот этот массив, ну фактически один элемент, ну и заполнили его вот этим значением. Здесь всего лишь выделили место в памяти. Соответственно, на каждом процессе под вот этот кусочек в памяти выделится разный, ну разное количество байт фактически. Теперь, дальше. С помощью функции scatterV рассылаем массив АА с нулевого процесса по всем остальным. Напоминаю вам отличие функций scatter и scatterV. scatterV разбивает массив на равные кусочки по всем процессам из вот этого коммуникатора, а scatterV на неравномерные кусочки. То есть чаще всего применима вот именно вот эта функция, потому что вот такие вот ситуации, когда массив можно разбить поровну, это достаточно частные случаи, возникают достаточно редко. Здесь нам повезло, понятно почему. Потому что массив R counts всегда размерности числа num proz. Вопрос, а num proz делится ли нацело num proz? Понятно делится, это один элемент. А уже количество элементов в массиве А на произвольное число num proz уже не делится нацело. Поэтому напоминаю, то есть какое отличие в синтаксисе? Это массив А, который содержится на процессе root, в данном случае с индексом 0. Он разбивается на кусочки, каждый из которых записывается в массив apart на всех процессах коммуникатора, включая нулевой. То есть на всех запишется вот такой массив, такое число элементов, а то, как он разбивается, определяется как раз массивами R counts и Dispals. R counts как раз содержит информацию, какому процессу, сколько элементов из вот этого вектора А мы передаем, а Dispals как раз содержит вот эти смещения. Тоже напомню очень важный момент. Кажется, что вот этот массив Dispals, массив смещений, он лишний. Ну потому что если у нас вот здесь массив длины 20, как в нашем тестовом примере, R counts 0, 7, 7, 6, понятно, зачем нам нужен Dispals. Ну просто взяли сначала нулевому, отослали 0 элементов, первому отослали 7, второму 7, третьему 6, ну типа последовательно. А нет, бывают гораздо более хитрые ситуации. И при решении как раз двухмерных уравнений в частных производных двухмерных по пространству, мы будем это показывать, что нам очень пригодится вот этот массив Dispals, который позволяет вот соответствующие наборы элементов из вектора, ну или массива, а здесь формально напоминаю из области памяти на самом деле, считывать непоследовательно. А либо менять местами, либо вообще соответствующие данные могут перекрываться, то есть нам этот массив Dispals очень пригодится. Это именно та причина, почему здесь есть этот аргумент. То есть вообще вот идея какая, что вот эти все MPI-функции, которые мы рассматриваем, какие вообще существуют, они вообще взялись не просто так. То есть они как раз покрывают практические потребности при реализации реальных алгоритмов решения практических задач. И в частности вот этот аргумент тоже взялся не просто так. Вот. И, коллеги, давайте еще тоже, ну чтобы для закрепления, для закрепления, раз уж я говорил про область памяти, то есть напоминаю, что фактически, фактически у нас вот этот объект внутри при реализации вот этой функции Scatter V, он фактически ссылается на область памяти, где содержится этот массив, поэтому мы и говорим вот здесь про смещение относительно начала соответствующей области памяти, соответствующей вот этому объекту, массиву А. И вот здесь тоже указывается, фактически указывается опосредованно на область памяти, в котором содержится вот этот объект, вот этот массив, и идет ограничение сверху на количество элементов, которые мы записываем в эту область памяти. Да, у нас фактически значения в R counts согласованы с вот этими значениями M part на различных процессах. Но предупреждаю, может быть такая ситуация, если вы, например, допустили ошибку, если соответствующие значения не согласованы. Ну, например, как мы с вами обсудили в данном тестовом примере, если мы запускаем на четырех процессах. У нас, например, на процессе с ранком равным 2, M part равно 7. Поэтому в соответствующую область памяти стоит ограничение, запишем не больше 7 элементов. Если же вы допустили ошибку при формировании R counts, ну, или ошибку наоборот, вот здесь, то есть не согласовано. И соответствующее количество элементов, которые должно быть передано второму процессору, будет, например, не 7, а 10. А здесь, то есть с нулевого пойдет 7 элементов второму, а второму написано, что в соответствующую область памяти, вот этому объекту, массиву, мы запишем из принятого сообщения ограничение сверху 7 элементов. Поэтому часть элементов пропадет. И дальше возможны следующие ситуации. Либо будет, ну, в зависимости от того, например, если вы пишете, опять же, там, на Сина, Фортране, какой компилятор используете, может либо вызваться ошибка, что, ну, пытаемся записать элементы, которые, ну, некуда записывать, или, типа, остались элементы. Либо вообще никакой ошибки не будет, просто из принятых 10 элементов в соответствующую область памяти запишется 7 элементов. Программа пойдет работать, а потом вы будете не понимать, в чем ошибка. То есть распространенная достаточно ситуация, когда допускаются ошибки такого типа. Так, в общем, поговорили про некоторые нюансы технические, а теперь дальше продолжаем. То есть по итогу работы вот этой функции что получается? Помним, массив А у нас был только на нулевом процессе. Теперь по итогу работы вот этой функции на всех процессах вот этого коммуникатора, то есть в том числе и нулевой, заполнятся вот эти массивы АПАРТ с соответствующими значеницами. Теперь что делаем? Вот смотрите, несколько функций я сначала пробегу, просто говорю, что делаем, а потом поясню суть. Задаем временную переменную темп, то есть массив, состоящий из одного элемента. Понятно, темп – это вон те промежуточные слагаемые, которые, когда мы обсуждали, получаются на каждом процессе, который потом должен нулевой процесс все вместе агрегировать и сложить. Дальше. Мы соответствующий элемент, один-единственный, заполняем чем? Результатом скалярного произведения. Вот здесь кусочек вектора А. Ну и раз мы на тот же самый вектор умножаем, то тоже на АПАРТ. Если бы мы разные вектора перемножали, здесь бы стоял бы АПАРТ, а здесь БПАРТ. И в результате, то есть вот у нас параллельная часть программы. Именно параллельная часть программы вот здесь, то есть именно вот в этой 39-й строчке у нас содержатся те вычисления, которые проводятся различными вычислительными узлами или вычислительными процессами параллельно, независимо друг от друга. А теперь что делаем? Формируем итог, выделяем место в памяти под результат, под вот это скалер-продакт, скалярное произведение. Обратите внимание, сейчас я это делаю, никаких ифов не стоит, поэтому вот это делается на чем? На всех процессах. А мы с вами обсуждали вообще-то, что мы хотим с вами собрать результат только на нулевом процессе. Поэтому, в принципе, можно было бы в издействии поставить иф, иф ранг равен нулю, то на нулевом процессе выделить место в памяти, ну вот и сразу заполнили нулем под результат. На остальных процессах просто формально вот это скалярное произведение определить как нано. То есть, ввести переменную, но никакое значение оно принимать не будет. А что мы делаем теперь? А теперь вот как раз по итогу вот этой параллельной части у нас на каждом процессе есть своя частичная сумма вот этих произведений, и мы их должны сложить на нулевом процессе. Поэтому что происходит? Вот все ненулевые процессы выставляют команду send. Послать соответствующее значение нулевому процессу. А на нулевом процессе какая команда выставляется? По количеству процессов, участвующих в вычислениях, запущена программа, напоминаю, на числе процессоров равным вот этому, а в вычислениях участвуют все, кроме нулевого. То есть, с первого до числа процессов минус один, включая. Выставляется какая команда? Receive. Получить сообщение. То сообщение, которое получается в данном случае от произвольного процесса, записывается в область памяти, ассоциированной с вот этим объектом. И дальше, после того, как мы это сообщение получили, мы его прибавляем нарастающим итогом к нашему промежуточному значению для скалярного произведения. Соответственно, получив от всех процессов ненулевых соответствующие и слагаемые, мы по итогу получим скалярное произведение на нулевом процессе. И вот, пардон, и выведем его. Вот теперь хочу дать еще несколько подробных комментариев. Смотрите, сразу здесь какая оптимизация есть? Мы могли бы поначалу написать source-источник, то есть от кого мы ожидаем сообщение, k от k этого процесса. И сначала получать от p процесса с ранком равным 1, потом 2, 3, 4, 5 и так далее. Но, в принципе, вот эту команду все ненулевые процессы выставляют практически одновременно. А дальше нулевой процесс начинает что делать? Одно сообщение за другим получать. Поэтому, если бы у нас здесь стояло бы k вместо mpi any source, у нас было бы неоптимально. Почему? Потому что сначала бы сообщение могло прийти, например, от третьего процесса, потом от первого, потом от второго. А он бы ждал сначала от первого, потом от второго, от третьего. Поэтому, написав mpi any source, мы ускоряем, чуть-чуть ускоряем процесс обработки сообщений, приходящих от ненулевых процессов. То есть, получается, ну, принимается первое пришедшее сообщение. А нам же не важно. Понятно, что нам даже не нужно знать, от какого процесса конкретно пришло. Помните, на предыдущей лекции, когда мы собирали кусочки вектора, когда реализовывали произведение матрицы на вектор, кусочки вектора в один большой вектор. И нам было важно знать, от какого конкретно процесса пришло соответствующее сообщение, чтобы этот кусочек записать в правильное место итогового вектора. Здесь нам на помощь приходил аргумент статус. То есть, предопределенная структура, типа mpi статус, которая содержит информацию о том, с какого процесса пришло это сообщение, идентификатор сообщения, количество элементов в этом сообщении. Здесь нам это вообще не важно. Мы же знаем, что нам нужно по итогу все вот эти значения просто сложить. Поэтому в какой последовательности складываем, какая нам разница. Но, но, вот теперь про разницу. Какая разница, в какой последовательности мы складываем. Догадывайтесь, что при каждом очередном перезапуске программы у вас, то есть, если вы обсчитываете один и тот же пример, запускаете его на одном и том же числе процессов, понятно, что при каждом очередном перезапуске сообщения, которые приходят от ненулевых процессов, могут местами меняться. Вы же знаете со школы, от переменными слагаемых, ну, конечного числа слагаемых, сумма не меняется. Здесь не совсем все так. Почему? Потому что у нас вычисления проводятся с конечной точностью, в данном случае с двойной точностью. В памяти держатся все числа, 16 знаков. Поэтому, когда у нас складываются два числа, у нас происходит округление в последнем знаке. И здесь вы догадываетесь, что, меняя слагаемые местами, у вас могут по-разному накапливаться ошибки вот этого машинного округления. Что может приводить к тому, что при каждом очередном перезапуске результат будет меняться. Ну, естественно, сразу скажу, что вот именно вот в этом примере у вас ничего не поменяется, потому что этот пример, когда два вектора с 20 элементами, но он слишком маленький. Тем более, у нас там, несмотря на то, что тип данных у нас флот 64, мы там целыми числами фактически задавали. То есть все получится хорошо. А что если мы решаем реальную, огромную задачу, вычисления чрезвычайно много, то то, что мы при разных перезапусках складываем соответствующие частичные суммы для скалярного произведения в различные последовательности, у нас это будет приводить к различным результатам. Должны про это помнить. И вот теперь давайте по пути я все-таки поясню, почему я вот таким вот образом определяю частичную сумму. Кстати, обращаю ваше внимание, почему я здесь пишу темп, а говорю частичная сумма. Ну, потому что у нас скалярное произведение состоит из суммы соответствующих произведений. Каждый процесс фактически получает свою частичную сумму за счет вот этого действия. Но мы с вами договорились еще на прошлой лекции, что я вот под вот таким индексом парт, что подразумеваю, например, есть целый вектор А, а это кусочек нашего вектора А. А частичная сумма на английском – это паршл сумма, например. Опять же, сокращение будет похоже на парт, поэтому я оставил здесь темп. Так вот, вопрос. Почему бы сразу было не записать вот так? Скальп темп равно дот вот этому. А у нас есть лишняя строчка. Лишняя строчка, да еще в квадратных скобочках нолик пишем. То есть поняли идею. Почему бы сразу было бы не написать, то есть вместо вот этих двух строчек написать просто вот это равно дот апарт на апарт. А ответ, коллеги, следующий. Смотрите, если бы мы записали бы скальп темп равно дот апарт апарт, то что было бы в результате? Да, у нас вот это массивы нампаевские. А результат работы вот этой функции, скалярное произведение двух одномерных массивов, ну, то есть это было бы число. Число. А напоминаю, что у нас вот эти все функции, receive, send, там с большой буквы, они работают с нампаевскими массивами. Поэтому, если бы вы его так сделали, у нас произошел бы сбой. Потому что здесь это был бы аргумент число, а вот эта функция, еще раз, умеет работать только с массивами. Поэтому формально, формально, я, естественно, и делаю вот так. Выделил место в памяти под один, ну, под массив с одним элементом, потом вот этот конкретный элемент я заполнил соответствующим значением. Тоже маленький нюанс, если, ну, кто-то в питоне немножко плавает. Вопрос, почему тогда нолик надо писать? Это мелкий комментарий. А потому что если бы я нолик убрал бы, да, что бы получилось? То есть сначала бы у меня, ну, в питоне получалось бы, что вот это имя ссылается на пустой в данный момент массив размером единицы, а потом, если бы вот этого нолика не было бы, получалось бы, что вот это имя теперь ссылается на результат скалярного произведения. То есть на число, на число, а не на массив длины один. А здесь в этом плане все теперь нормально. Выделили место в памяти, то есть вот это ссылается на соответствующий массив, и теперь вот конкретный, один-единственный элемент этого массива с индексом 0 мы заполнили результатом скалярного произведения. Вот. Так, пояснил вот этот технический нюанс. То есть с этим нужно быть внимательным. Ну, в принципе, не особо внимательным. Почему? Потому что если вы где-то начинаете случайно работать не с массивами, а, например, там, ну, с какими-то отдельными числами, или, ну, в общем, со всем, что не является массивом, у вас начнет, естественно, питон при запуске в консоль выводить ошибки, что в стиле, что вот функция там send или receive, не понимает, что вы там ей за аргумент задали, ну и так далее. Так вот. Теперь, коллеги, давайте обсудим следующий момент. Как можно оптимизировать вот эти действия? Здесь мы делаем следующее. То есть поняли, именно параллельная часть программы, где процессы именно действительно обрабатывают данные параллельно, это всего лишь одна единственная 39-я строчка. Перед 39-й строчкой у нас было что? Фактически подготовка данных на различных процессах. Кстати, обращаю ваше внимание, что когда на следующей лекции мы будем собирать вот эти все рассмотренные функции в одну программку, которая будет реализовывать вот этот рационный алгоритм решения СЛАУ, у нас вот эти подготовительные действия будут только один раз, когда считаем матрицу А, а дальше, например, будут естественным образом при работе других функций в процессе счета получаться кусочки соответствующих векторов, которые мы будем уже обрабатывать параллельно. Поэтому вот такого количества каждый раз при работе какой-нибудь функции, подготовки, входной информации не будет. Здесь у нас много вот этих строк, которые подгодавливают на каждом процессе данные, связаны с тем, что мы все-таки вот эту программку рассматриваем как обособленную. Так вот, коллеги, смотрим, что у нас получается. Параллельная часть только вот здесь, до этого подготовка данных, а здесь нулевой процесс агрегирует промежуточные результаты, складывает их и получает результат. Но вот эти действия, опять же, идут не параллельно. Почему не параллельно? Потому что, да, когда вот к вот этой части кода подходят все процессы, ненулевые процессы сразу же все выставляют команду send и дальше ждут. А чего они ждут? А они ждут, пока нулевой процесс последовательно принимает сообщение от всех ненулевых процессов и дальше выполняет соответствующее сложение. А вот эти действия можно оптимизировать следующим образом. Смотрите, у нас фактически получается что? Что к тому моменту, когда мы подходим вот к вот этой 43-й строчке, на каждом процессе есть число. И все процессы вот так последовательно передают нулевому. Точнее, ну не особо последовательно, последовательно это относительно нулевого. Передают информацию. А можно же, например, реализовать более оптимальную схему вот этого суммирования. Например, есть схема сдваивания. Нулевой, то есть на первом этапе нулевой и первый процесс обмениваются соответствующими слагаемыми. Ну, например, первый отдает нулевому. Он складывает два числа. Второй и третий обмениваются. Обмениваются, ну, например, третий послает второму. Второй, ну, давайте я даже пояснение напишу. Например, данные на нулевом, на первом, на втором, на третьем, на четвертом, на пятом, на шестом, на седьмом и так далее. На первом этапе нулевой и первый как-нибудь взаимодействуют с помощью сентресивов и складывают соответствующую информацию. Второй, третий, четвертый и пятый, шестой и седьмой. Все это происходит параллельно. Потом данные, ну, например, мы определили сейчас результат сложения соответствующих данных на нулевом, втором, четвертом и шестом процессе. Дальше вот эти процессы коммуницируют друг с другом. То есть понятно, что так же, как на первом этапе вот это действие, вот это и вот это действительно проходят параллельно, так же, как на втором этапе вот эти действия проходят параллельно. Теперь, например, на нулевом и четвертом. И дальше нулевой и четвертый коммуницируют. В результате, например, на нулевом процессе будет результат сложения всех элементов, содержащихся на всех процессах. Вы догадываетесь, что это будет работать гораздо быстрее. По аналогии с тем, что мы делали на предыдущей лекции, здесь легко посчитать, что если вот здесь количество времени пропорционально чему, которое требуется, чтобы выполнить вот эти действия, оно пропорционально числу процессов минус один, то вот в этом случае время будет пропорционально логарифму по основанию два от числа процессов. То есть логарифм по основанию два от числа процессов – это значительно меньшее число по сравнению просто с числом процессов минус один, как вот здесь. Коллеги, таким образом, вот такую вот вариацию алгоритма мы можем реализовать либо с помощью функции SentrySiv, а можем не изобретать велосипед и использовать уже реализацию фактически этого алгоритма, встроенного в функцию коллективного взаимодействия между процессорами – Reduce. Теперь, что она делает? Смотрите, она берет на каждом процессе вот этот массив, в данном случае у нас, помним, идет ссылка на область памяти, которая содержит вот этот массив, из него берется один элемент с вот таким вот типом данных. И со всеми массивами на каждом процессе делается вот такая вот операция – MPI-SUM. то есть догадываетесь, что со всех процессов вот этого коммуникатора взялись вот эти массивы, и они в данном случае просуммировались, а результат записывается на процессор root с номером 0, в данном случае на нулевой процесс, в область памяти, соответствующей вот этому массиву. То есть поняли идею, что со всех процессов был взят вот этот массив, все они были просуммированы, результат записан на нулевом процессе, в область памяти, соответствующей вот этой переменной. Все просто. То есть вот очень эффективная функция коллективного взаимодействия между процессами, которые реализуют фактически вот эту схему. То есть вы понимаете, по сравнению с тем, что у нас было send-receive написано, вот этот reduce будет работать гораздо быстрее. Быстрее. Гораздо быстрее. Но несколько особенностей. То есть так как эта функция, напоминаю, очередная функция коллективного взаимодействия между процессами, она должна быть запущена на всех процессах вот этого коммуникатора. Так как этот коммуникатор у нас MBI-comworld, то есть все процессы, на которых мы запустили нашу программку, то и должна быть reduce вызвана на всех процессах. Если вдруг хоть на одном процессе не вызвана, ну потому что, например, в reduce, в e-failsах где-нибудь там вызывали, где-то забыли вызвать, программа зависает. Потому что даже если хоть один процесс не вызвал эту функцию, функция не отработает. И, соответственно, процессы, которые ее вызвали, ну, например, кроме одного, они будут ждать вон того самого последнего процесса, пока он не вызовет. Иначе работа этой функции не запустится. Дальше. Ну, в описании к этой функции вы можете почитать, что есть много вариантов вот этих вот операций, которые можно совершать с соответствующими массивами. Может быть, умножение, там, максимум, еще что-то. Много, много операций. Вот. И еще один момент. Смотрите. Так как у нас вот эти массивы, вот эти массивы берутся с каждого процесса, в том числе и с нулевого должен быть взят. Именно это та причина, почему я вот здесь пишу достаточно все в общем виде, и почему я формально, в том числе, выделяю место в памяти и на нулевом процессе под массив АПАРТ. Почему? Потому что, если бы я этого не сделал, у меня бы не было бы вот этой вот частичной суммы, которая содержится в скалярном произведении на нулевом процессе, и программа бы дала бы сбой, потому что вот это скальп темп должно быть взят, этот массив, со всех процессов, в том числе и на нулевом. Да, несмотря на то, что наша цель собрать вот эти кусочки со всех участвующих в вычислении процессов, именно с ненулевых, ненулевые у нас участвовали в вычислениях, потому что вот здесь, помним, хоть вот эти строчки вызваны, вызываются, отрабатывают и на нулевом процессе, но формально ничего не происходит, потому что, понятно, два массива размерности ноль, что дают? Ну, ничего. Нет, конкретно здесь произойдет заполнение нулями, то есть скальп темп от нуля на нулевом процессоре за счет выполнения вот этой функции над пустыми массивами получится ноль. Поэтому, поэтому формально все окей, на нулевом процессе тоже есть элемент, который участвует в суммировании. Если бы мы вычисляли вот эти скальп темп только на ненулевых процессах, у нас функция вот эта бы дала бы сбой, потому что скальп темп должно было бы быть определено на всех процессах вот этого коммуникатора. Причем не просто функция введена, помните, а мы же иногда формально для некоторых аргументов используем none. Если бы мы на нулевом процессе определили бы, понятно, скальп темп как none, то, опять же, произошел бы сбой в этой функции. Почему? Потому что у нас берутся все вот эти элементы со всех процессов и складываются. На всех ненулевых у нас конкретное значение, конкретное число, а на нулевом none. None плюс какое-то число, понятно, будет сбой, программа ничего, питон ничего не посчитает. Поэтому вот здесь мы вот этот формализм соблюдаем и следим за тем, чтобы вот этот аргумент принимал конкретные значения на всех процессах вот этого коммуникатора. Именно по этой причине еще раз повторю эту мысль. Я формально задаю m-part, вот это отрабатывает и на нулевом процессе, здесь не стоит никакого обрамления в виде if, else. Формально, то есть m-part для нулевого процесса ноль. Формально, опять же, не стоит здесь никакого if, else. То есть вот эта строчка отрабатывает на всех процессах и формально выделяется место в памяти под количество элементов, равное нулю. И именно для той цели, чтобы по итогу был вот это вот слагаемое, в том числе и на нулевом процессе, чтобы эта функция отработала. Вот такой вот нюанс есть. Так, смотрите, если мы это запустим на четырех процессах, кстати, еще тоже хочу обратить ваше внимание. У кого-нибудь может сложиться впечатление, что мы все тестовые примерчики запускали и на предыдущей лекции, и на этой, на пяти либо на четырех процессах. Что программа написана только под это число процессов? Конечно, нет. У нас программа написана под произвольное число процессов. Но запускали мы на пяти и сейчас на четырех. Почему? Потому что мы на пяти процессах запускали, потому что наш тестовый пример с m, равного 20, ну, например, на предыдущей лекции, делился поровну между процессами, которые участвуют в вычислениях, и легко тестировать. А здесь небольшое число процессов для нашего небольшого примерчика, когда уже нацело не делится, потому что мы делим, что m на число процессов минус один на три. 20 на три не делится. А наша же цель, естественно, написать реализации, которые применимы не для каких-нибудь идеалистических случаев, а для решения реальных преклонных задач. Вот. Поэтому поняли. Так вот, запускаем, и результат выдачи будет следующий. Вот. На нулевом процессе вот это правильное значение для скалярного произведения, то есть все отработало правильно. На ненулевых процессорах это у нас нули. Ну, потому что мы определили вот эту переменную как массив, содержащий только ноль, но собрали данные только на каком процессоре? На нулевом. Поэтому на нулевом видим правильный результат, но ненулевых нули. А теперь, коллеги, замечание еще об одной функции. Смотрите. У нас сейчас скалярное произведение собралось только на нулевом процессе. А вы теперь смотрите. Небольшое изменение. Функцию reduce я меняю на all reduce. По названию, догадываетесь, результат скалярного произведения уже соберется не на нулевом процессе, а на всех процессах вот этого коммуникатора. Поэтому это причина, почему вот здесь сейчас убрался аргумент root равно нулю. Потому что, когда был reduce, мы указывали с вами явно номер процесса, на котором результат всех вот этих действий будет собран. Был нулевой процесс. Сейчас all reduce собирается на всех процессах. Если запустите, вот увидите, что теперь результат скалярного произведения почти там правильно и на всех процессах. А зачем нам нужна функция all reduce? Она нам понадобится, когда мы будем реализовывать на следующей лекции наш вот этот итерационный алгоритм решения слау. И нам нужно будет вот этот результат скалярного произведения на всех процессах, участвующих в вычислениях. Поэтому можно действовать двумя способами. Можно, конечно, вызвать сначала reduce, а потом backcast, broadcast. То есть сначала собрали результат на нулевом процессе, а потом с помощью функции backcast, то есть broadcast, широковещательно разослали с нулевого на все процессы нашего коммуникатора. То есть фактически можете для себя воспринимать команду all reduce, которая делает что? Которая состоит из reduce, а потом из broadcast. Но вы догадываетесь, что внутри специалистами вот эта функция реализована гораздо более оптимально и работает гораздо более быстро. То есть вот мы, в принципе, что сделали. С вами обсудили сейчас нюансы того, как распролилить скалярное произведение векторов. И не просто распролилить. Под распролиливанием я подразумеваю, естественно, и техническую программную реализацию. Сразу говорю, вот эта программка приложена в разделе материалы лекций и называется пример 2.1. Напоминаю, первый номер – это номер лекции, второй номер – это номер программки на этой лекции. То есть это пример 2.1. Выложен в разделе материалы лекций на портале Тичин. А теперь, коллеги, что сделаем? Перейдем ко второму вопросу нашей сегодняшней лекции. А это именно что? Что нам осталось? Умножение транспонированной матрицы на вектор разобрать. И сразу обращаю ваше внимание на что? Что скалярное произведение векторов мы фактически писали сейчас полностью обособленную программку, тестовую. Задали какой-то вектор, раскидали его по процессам. Все эти процессы параллельно вычислили свои локальные скалярные произведения, то есть частичные суммы, из которых состоит итоговое скалярное произведение. Потом это все собрано было либо на нулевом процессе, либо вообще на всех процессах коммуникатора. А вот умножение транспонированной матрицы на вектор – это будет уже необособленная программа. А с чем это связано? Смотрите, вроде бы мы на первой лекции, на предыдущей, реализовывали алгоритм произведения матрицы на вектор. Поэтому возникает резонный вопрос, а зачем вообще обсуждать отдельно произведение транспонированной матрицы на вектор? Ну, как сделаем? Ну, просто транспонируем матрицу, а потом таким же алгоритмом, который обсуждали на прошлой лекции, перемножим, то есть результат транспонирования, разобьем по кусочкам на различные процессы и перемножим. Но особенность какая? Смотрите, мы же исходим из того, что матрицу А мы уже с вами подготовили, то есть считали, помните, что мы делали на предыдущей лекции, из одного считаем очень огромного файла, который содержит матрицу А, считываем матрицу по блокам и распределяем ее по различным процессам, вот по таким блокам. Вот здесь вы видите, бледненько видна буковка А, матрица А. То есть матрица А по итогам подготовки данных на различных процессах содержится вот такими блоками на различных процессах. Поэтому получается, что уже транспонированная матрица, у нас будет ее структура на различных процессах следующая. То есть у нас на различных процессах будут содержать не горизонтальные блоки, то есть матрица А разбита не по набору строк, то есть каждый процесс не свой набор строк матрицы А содержит, а для транспонированной матрицы содержит свой набор столбцов. И поэтому уже тот же самый алгоритм не применить. Но тогда опять же возникает вопрос, а почему бы нам, мы считали матрицу А, ее храним вот такими блоками на различных процессах, ну, например, вот этот блок соответствует процессу с рангом 1, с рангом 2, с ранг 1, 2, 3, 4, да. То есть, ну, например, это случай для вычисления на пяти процессах нулевой управляющей, с первого по четвертый, как раз содержат вот эти блоки. Почему бы вместо того, чтобы, ну, нам в таком виде транспонированная матрица вроде бы неудобно, почему бы тоже не создать для транспонированной матрицы вот такие вот блоки? Но мы так не хотим делать. Мы хотим именно при вычислениях использовать только вот эти блоки. А с чем это связано? А это связано с тем, что если речь идет про решение реально огромной прикладной задачи, у вас может получаться такая ситуация, что у вас просто на каждом вычислительном узле оперативной памяти не хватает, что большую часть оперативной памяти занимает как раз блок нашей матрицы. И еще формировать на соответствующем вычислительном узле блок в таком же стиле транспонированной матрицы просто не хватит памяти. Конечно, можно выкрутиться как? А запросить для вычислений большее число процессов, ну, большее число вычислительных узлов, потому что чем большее число вычислительных узлов мы попросим, тем, значит, можно будет больших размеров матрицу впихнуть на них. Но, понятно, большее число вычислительных узлов мы можем и не попросить. И вопрос, если мы можем действовать сразу более оптимальным образом, то зачем нам что-то усложнять? Ну, под усложнением, понятно, здесь философский вопрос. Конечно, сейчас алгоритм будет более сложный по сравнению с тем, чтобы если мы просто сразу транспонировали. Но под усложнением я подразумеваю, что просить больше вычислительных ресурсов и так далее. Поэтому, смотрите, сейчас мы исходим с вами из чего, коллеги? Что мы подготовили в том же стиле абсолютно, что делали на первой лекции, на всех процессах, участвующих в вычислениях, матрицу А. И матрица А хранится вот такими вот блоками. То есть, это означает, что транспонированная матрица хранится вот такими блоками. То есть, те блоки матрицы А. И теперь давайте рассмотрим следующее. Как мы будем действовать? То есть, сейчас обсуждаем с вами сначала алгоритм параллельного перемножения транспонированной матрицы на вектор, исходя из того, что транспонированная матрица еще раз состоит из таких блоков, которые являются горизонтальными блоками исходной матрицы. Обсуждаем алгоритм, а дальше его программная реализация. Так вот, что делаем? Куски транспонированной матрицы, получается, у нас уже подготовлены на различных процессах. Поэтому, что мы сделаем? Мы вот этот вектор, на который мы матрицу умножаем, тоже разобьем на блоки. Причем блоки как? Естественно, размеры у нас согласованы. То есть, если, например, помним, матрица А у нас была M строк N столбцов, то теперь транспонированная матрица N строк M столбцов. Поэтому мы умножаем на вектор, понятно, длины M, и его распределяем по вот таким вот кусочкам, по различным процессам. И, соответственно, понятно, думаю, что длина каждого блока совпадает с шириной вот этого блока. То есть, с количеством столбцов в транспонированной матрице. И в результате, естественно, само собой мы помним, что вот этот элемент, вот этот элемент итогового вектора, например, вот этот, это фактически скалярное произведение первой строки на вот этот вектор. Второй элемент вот этого вектора, это скалярное произведение вот этой второй строки на вот этот вектор. Ну, вы догадываетесь, к чему я клоню? Очень похоже в целом на идею, которую мы рассматривали в случае скалярного произведения двух векторов. Поэтому что мы делаем? Вот давайте вот этот вектор я в данном случае представляю в виде суммы четырех векторов. Как вот этот вектор получается? Вот этот вектор – это результат произведения вот этой матрицы на вот этот вот кусочек вектора, на который мы умножаем. Вот этот вектор получается как результат произведения вот этой матрицы, на вот этот кусочек и так далее. А по итогу что получается? Ведь фактически что у нас? Напоминаю вам. Вот этот элемент получается как скалярное произведение элементов вот этого вектора на вот этот вектор. А вот эту всю сумму всех произведений соответствующих элементов мы представляем в виде, ну, в данном случае на этой схеме, где четыре блока, в виде четырех частичных сумм. То есть вот здесь, вот это результат вычисления вот этой частичной суммы, то есть вот эти элементы на вот это. Вот здесь стоит результат, то есть частичная сумма суммы произведения вот этих элементов, ну, вот эти элементы и так далее. То есть вот эти действия, вы догадываетесь, можно сделать уже параллельно. То есть если у нас на всех участвующих вычислениях, процессах, есть уже свой блок матрицы А, то получается есть автоматически и блок транспонированной матрицы. мы умножаем соответствующий блок транспонированной матрицы на соответствующий кусочек вектора, на который мы умножаем, получаем на каждом процессе вот соответствующий вектор. А потом, когда у нас на каждом процессе есть свой вектор с этими векторами, чтобы итог получить, нужно что сделать? Нужно их сложить. То есть этим займется опять либо нулевой процесс по свору данных, либо мы опять же воспользуемся функцией reduce для коллективного взаимодействия, вот суммирования всех этих векторов со всех процессов, чтобы получить на нулевом процессе. Вот. Мы обсудили с вами сейчас что? Параллельный алгоритм произведения транспонированной матрицы на вектор. То есть он, конечно, по сравнению с теми алгоритмами, которые у нас были, он немножко более сложный. Но мотивацию, почему мы именно транспонированную матрицу на вектор рассматриваем отдельно, это связано с тем, чтобы под транспонированную матрицу отдельно не задавать дополнительные блоки. То есть мы считаем, что матрицу А, еще раз повторяю, вот эту идею, матрицу А на практике при решении практических задач, один раз подготовили на всех процессах, и там эти блоки лежат, и все, мы используем только их. То есть никакие дополнительные матрицы мы не создаем. Экономим оперативную память и вычислительные ресурсы. Так вот, приступаем к программной реализации. Сразу большой кусок кода. Почему я пишу? Это фактически тот пример. То есть вот первые два слайда будут фактически большей частью содержать просто скопированный кусок кода, но формально, из программки, которую мы рассматривали на предыдущей лекции. А что у нас здесь происходит? Тоже вкратце напомню. Ну, вот эти действия я уже не поясняю, думаю, понятны. Из вспомогательного файла считали число строк, число столбцов нашей матрицы системы. Разослали, напоминаю, только N, число столбцов. Дальше подготовили соответствующие массивы R counts, Dispals. То есть вот это мы уже обсуждали, считайте, два раза, поэтому не повторяюсь. Дальше выделили вместо в памяти под число строк матрицы А, которые будут фактически содержаться на каждом процессе. С помощью команды scatter разбросали вот эти данные, содержащиеся в массиве R counts, фактически заполнив вот эти массивы M part. Теперь на каждом процессе у нас в данный момент есть что, напоминаю. Каждый процесс знает N большое, каждый процесс знает число строк, которые ему будет доставаться, и нулевой, в отличие от всех остальных, знает еще массивы, но обладает информацией о массивах R counts и Dispals. Дальше вот скопировал я вот эту часть кода, в которой что происходит? Нулевой процесс последовательно считывает, вот здесь, вот считывает блоки матрицы А, которые предназначаются каждому процессу с ранком R равным K, и посылает, как только этот блок считан, заполнен, посылает соответствующее сообщение процессу с номером K. А ненулевые процессы выставляют команду Receive. Получить соответствующее сообщение и записать его в область памяти, соответствующей вот этому массиву. Сообщение от нулевого процесса. То есть вот здесь у нас, напоминаю, идет подготовка данных. То есть все скопировано, опять же, из примера 1.1 из первой лекции. Дальше. Вот здесь небольшие изменения по сравнению с первой лекцией. Здесь, опять же, из файла x, ой, и xData считывается вектор x, но здесь уже подразумевается, что его размерность в предыдущей лекции мы умножали все-таки матрицу А на вектор x, то есть матрицу размерности m на m строк, n столбцов, умножали на вектор размерности, ну и x размерности n. Согласовано быть. Здесь тоже все должно быть согласовано. Мы же сейчас транспонированную матрицу будем. Исходная матрица m строк, n столбцов, транспонированная n столбцов, m строк. Поэтому мы умножаем на вектор длины m. Тестовый пример подогнан каким образом? Опять же, матрица 20 на 20. Я на самом деле что делаю? Я использую в качестве A.ADATA.Date. Там содержится матрица, которая является транспонированной по отношению к той матрице, которую мы использовали в тестовом примере на предыдущей лекции. А вектор x и файл in .date, который содержит n и m, такие же. Поэтому, когда мы умножим здесь транспонированную матрицу на вектор, то получится, чтобы легко было проверять тестовый пример результат, должен опять получиться от 1 до 20, последовательность натуральных чисел. Так вот, нулевой процесс, напоминаю, считал вектор x. На ненулевых процессах x просто формально определена соответствующая переменная. Теперь, на всех процессах выделяем место в памяти под кусочек вектора x. То есть, вот здесь теперь пошло отличие от той программы, которую рассматривали на предыдущей лекции. Выделили место в память под кусочек вектора x-part. И теперь с помощью команды scatter v разослали вектор x с процесса root с номером 0, то есть нулевого процесса, по всем ненулевым процессам. Ой, я оговорился, не по всем ненулевым, а по просто, по всем процессам нашего коммуникатора, в том числе и нулевому. В том числе и нулевому. Вот, поэтому я тоже на всякий случай, дайте напомню, вот здесь, почему я пишу x равно нам. Вот здесь в команде scatter v все аргументы имеют значение только на процессе root. Почему? Потому что процесс root содержит информацию о векторе, массиве, который распределяем, и в том числе должен содержать в том же какой-то кусочек мы и на нулевой процесс, ну, на root распределяем. Поэтому он должен и вот эту информацию содержать. А ненулевые процессы, для них значимо только вот этот аргумент. Вот этот аргумент. А вот эти аргументы ему незначимы. Потому что, еще раз, для нулевого процесса, нулевой процесс, он рассылает. Он должен знать, какой массив рассылаем, как мы его делим, и, соответственно, эти кусочки рассылаются всем. В том числе и ему. Ненулевым же важно только знать, какое сообщение получается и куда его записывать. А что разбивалось на эти сообщения, которые они получают, им это не важно. Поэтому, например, опять же, в том же самом C и Fortran можно было бы переменную X и массивы recounts и dispels, например, на ненулевых процессах вообще не определять. Но особенность питона, если мы X, ну вот эти аргументы вообще не определим, вообще не определим, мы не введем их, вот эти объекты, то, понятно, при вызове scatter V, так как это выполняется на всех процессах, будет выдана ошибка, что не определены соответствующие аргументы. Поэтому формально мы вводим этот аргумент, но так как он не используется, то никакое значение и не принимает. Итак, по итогу работы вот этой функции коллективного взаимодействия между процессами, массив X разделился на все процессы коммуникатора. То есть на каждом процессе есть свой кусочек вот этого вектора. Ну помним, формально мы с вами это обсуждали, в том числе и на нулевом. Пустой массив длины 0. Формально мы это делаем. Дальше. Вот параллельная часть программы. Опять одна строчка. Параллельная часть программы. То есть блок нашей транспонированной матрицы, а как он получается? Это нужно блок нашей матрицы, блок нашей матрицы просто транспонировать. С помощью функции dot нампаевской умножается на вот этот кусочек вектора X. Вот получается B-темп. Кстати, в отличие от скалярного произведения, я здесь место в памяти почему не выделяю? Место в памяти я тогда выделял почему? Потому что мы с вами обсуждали. Все вот эти MPI функции в питоне, которые мы используем, они у нас работают, ну с большой буквки, они у нас работают с нампаевскими массивами. И в случае скалярного произведения, если бы мы делали аналогичным образом, помните, мы обсуждали, что получалось бы число, и с ним вот эти функции MPI в питоне не смогли бы работать. А здесь же что? Здесь у нас уже не вектор на вектор умножаются с помощью функции dot, и получается число. А здесь у нас уже двухмерный массив на вектор. Поэтому результатом получается массив одномерный, нампаевский массив. Поэтому я предварительно под B-темп место в памяти и не выделяю, потому что автоматически получается по итогу работы вот этой функции. То есть смотрите, еще раз. Вот параллельная часть программы, параллельная обработка данных содержится вот здесь только в 63 строчке. То есть вот здесь действительно делаются вычисления. И если все предварительно и обычно делается достаточно быстро, то если у нас матрица А огромных размеров, то основные вычисления, близкие доли к единице, будут выполняться вот здесь, в 63 строчке. По итогу на всех процессах есть своя частичная сумма, ну то есть вектор, который содержит частичные суммы для каждой компоненты. Формально в том числе и на нулевом. На нулевом за счет вот этого действия, с учетом того, что помним, на нулевом формально вот этот массив, под него выделено место в памяти. Каких размеров? Ноль строк, n столбцов. Под вот это выделено ноль элементов. Но формально получится массив соответствующих размеров, состоящий из нулей. А теперь что делаем? Теперь на нулевом процессе выделяем место в памяти под итоговый вектор. На ненулевых процессах формально, а приводим соответствующую переменную. Но значения нам никакие не нужны, потому что собирать данные мы будем только на нулевом процессе. И дальше у нас опять же два варианта. Либо можем сделать с помощью всей команды send receive, как мы делали для скалярного произведения. Но тогда я это пояснял, понятно, сейчас я дублировать не буду. Сейчас мы сразу воспользуемся чем функцией коллективного взаимодействия между процессами. Reduce. То есть еще раз напоминаю, что она делает. А она делает следующее. На каждом процессе нашего коммуникатора, в том числе и на нулевом, обращается фактически к области памяти, соответствующей вот этому питоновскому объекту, то есть массиву, и берет из этой области памяти, начиная с него, n элементов. Так как область памяти соответствует массиву длины n, берутся вот эти n, все n элементов. Берутся на каждом процессе коммуникатора, и дальше со всеми ними проводится вот эта операция. Они все попарно, точнее не попарно, то есть первый элемент каждого массива суммируются, ну все первые элементы массивов суммируются, суммируются все вторые элементы массивов, третьих, и получается, соответственно, массив, результаты записываются в область памяти, соответствующих вот этому объекту, вот этому массиву, на нулевом процессе. Можем проверить, и, например, для ранг равного нулю вывести вот это b. То есть запускаем, например, на четырех процессах, и убеждаемся, что все работает. Опять же, можете, если нам, например, будет необходимо обладать вот этим вектором b на всех процессах, а не только на нулевом, мы с вами бы написали all reduce. Но all reduce здесь гораздо более тяжелая была бы, ну при внутренней реализации. Почему? Потому что для скалярного произведения мы что сделали? Сначала все, ну по одному элементу просто сложили, а потом all reduce, это reduce плюс фактически broadcast, ну backcast, распределили. А теперь нужно было бы уже распределять не один элемент, а уже массив, который при решении тяжелой большой прикладной задачи может быть достаточно огромным. И на это тратится время. Поэтому вот, кстати, в частности, на следующем занятии, когда мы будем использовать все вот эти функции и будем обсуждать как раз параллельную реализацию именно нашего вот этого метода решения славу, а x равно b, мы как раз в том числе и будем обсуждать, нам нужно не просто, чтобы все посчиталось, а мы бы как раз нам нужно следить за тем, чтобы лишние действия, ну не делались. А под лишними действиями я подразумеваю в первую очередь вот эти накладные расходы по приему, передаче сообщений между различными процессами. Ну или вычислительными узлами можно говорить. И понятно, что all reduce гораздо более тяжелое и время затратное, чем просто reduce. Но нам сразу забегая вперед, еще понадобится функция, вот мы будем на следующей лекции использовать, вариацию не reduce, а reduce scatter. Это я просто забегаю, синтаксис я ее сейчас не обсуждаю, я ее даже сейчас не показываю. Но по названию reduce, нижнее подчеркивание, scatter, вы догадываетесь, что как эта функция реализована? Она сначала выполняет, она выполняет фактически reduce и scatter. То есть нам, например, при параллельной реализации алгоритма решения славу, именно когда мы будем обсуждать один из вариантов реализации параллельной, нам будет удобно итоговый вектор b на самом деле хранить не на нулевом процессе, и даже не на всех процессах, а удобно его будет по кусочкам хранить на различных процессах, участвующих в вычислениях. Поэтому как раз нам будет и удобна вот эта функция reduce scatter. То есть по итогу она просуммирует вот все b темпы в b, а потом его разобьет фактически на меньшие кусочки части, на b парт, которые будут храниться на различных процессах. И таким образом вектор b будет храниться на различных процессах. То есть вот эта функция reduce scatter мы будем обсуждать на следующей лекции. Но идея поняли. То есть все зависит от реализации. То есть здесь тоже хочу подытожить. Здесь у нас примеры достаточно обособленные. Вот сейчас были. То есть мы фактически за вот эти две лекции с вами рассмотрели три примера. Первый пример – это какой? Умножение матрицы на вектор. Второй пример – скалярное произведение векторов. Когда я говорю пример, естественно, параллельную реализацию его. И параллельная реализация перемножения транспонированной матрицы на вектор. Все эти примеры были обособлены, и поэтому у нас была все время подготовка данных, распределение по процессам. Вот в итерационном методе решения славу у нас соответствующий алгоритм итерационный. Мы один раз подготовим входные данные, а дальше сам метод, когда будем реализовывать. Мы с вами как раз будем обсуждать. Иногда нам удобно, чтобы какой-нибудь вектор хранился на всех процессах. А иногда бывает, что его на всех процессах хранить бессмысленно, а достаточно хранить его по отдельным кусочкам. Ну, понятно, если храним по отдельным кусочкам, то, с одной стороны, нам не нужно лишний раз его собирать, делать более, я хотел сказать, вычислительно емкие, а здесь, правильно сказать, накладные расходы, связанные с пересылкой сообщений. А с другой стороны, если его храним по кусочкам, то есть, если вдруг у нас есть необходимость на каком-то процессе его использовать целиком, нам нужно его все равно собирать. И вот эти все моменты мы будем очень подробно разбирать на следующей лекции. То есть, следующая лекция чему будет посвящена финально? Вот все, что мы узнали, вот эти все функции по итогам первой и второй лекции, мы их используем для реализации одной из версий соответствующего параллельного алгоритма решения СЛАУ. И там программки будут достаточно насыщенные, потому что один раз мы подготовим данные, а потом будем в основном обсуждать вот эти функции. А что удобнее? Скетер использовать или редюс, или еще что-то? Или хранить на каком-то процессоре целиком, или по кусочкам на разных процессах. То есть, будет достаточно насыщенная лекция. То есть, компактная, но насыщенная. А на сегодня, коллеги, все.